Бэтмен необычный герой, полон противоречий. Он стремится к справедливости, но его методы вызывают сомнения с моральной точки зрения. Он нарушает закон, но в то же время сотрудничает с полицией. Он хочет быть сильным и бесстрашным, но его мучают ночные кошмары и воспоминания детства. Он скрывает свою истинную личность перед обществом. Все эти черты делают его героем уникальным и захватывающим для анализа. Именно трилогия Кристофера Нолана стала основой моего разбора, поскольку в ней мы можем наблюдать более глубокое погружение в психологический путь персонажа. Кристофер Нолан особенно тяготеет фильмом, который заставляет задуматься о собственном пути в жизни. «Начало», «Интерстеллар», «Помни», «Престиж» и другие. И экранизацию о темном рыцаре он выбрал не просто так. Ранние экранизации Бэтмена часто скрывали Брюса Уэйна и фокусировались лишь на самом Бэтмене. Однако именно Уэйн является первопричиной, источником всего происходящего. Без него не мог бы существовать темный рыцарь Готэма, но без маски Бэтмена не смог бы жить и сам Брюс Уэйн. Сегодня я хочу поговорить с вами о личности, о разделении самого себя и создании нового «я». Этот разбор личности Брюса Уэйна и Бэтмена будет полезен не только для поклонников супергероев, но и для всех нас, потому что мы можем найти параллели с собственной жизнью. Многие из нас стремятся отойти от себя в поисках лучшей, более успешной версии своей личности. Мы будем исследовать, зачем Брюсу был нужен Бэтмен, мог ли он жить без маски и почему погиб не Брюс, а его темное альтер-эго Бэтмен. Оригинальные комиксы о Бэтмене были созданы Бобом Кейном и Биллом Фингером в 1939 году. Они стали трамплином для создания персонажа другими авторами, каждый из которых вносил вклад в его развитие. Уже в 1943 году появилась его первая экранизация, и до сих пор Бэтмен привлекает внимание как режиссеров, так и зрителей. Большинство персонажей захватывают наше воображение своим становлением как героя. Однако Бэтмен отличается от них, поскольку он изначально появился как супергерой, и мы не видели его развитие как личности. Но почему он до сих пор пользуется такой огромной популярностью? Ответ прост. У Бэтмена есть универсальные черты, которые делают его привлекательным независимо от времени. Бэтмен и другие супергерои обладают особой способностью адаптироваться к любым условиям. Они могут существовать в разных эпохах и обществах, так как в каждом мире есть свои проблемы и особенности. Авторы используют образы супергероев, чтобы решать проблемы в вымышленных вселенных и одновременно поднимать актуальные социальные, экономические, политические и другие вопросы. Бэтмен, как символ борьбы со злом и защиты слабых, является одним из таких универсальных героев. Бэтмен и его истории привлекают нас не только своей фантастической сущностью, но и своей способностью отражать и затрагивать реальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Это делает его персонажем, с которым мы можем легко идентифицироваться и найти в нем отражение своих собственных сражений и амбиций. Популярность хомиксов, фильмов и сериалов о супергероях обусловлена не только их содержанием, но и использованием временем проверенных схем. Это подобно древним мифам, которые помогали объяснить устройство мира, исследовать идеалы и повседневность, противопоставлять добро и зло, а также создавать конфликт между героем и его антиподом, который часто выступает в роли Трикстера. Со времен древних Афин наряду с трагедией существовал жанр фарса. Мощный и быстроногий Ахилл может сразить троянского принца, но сам погибнет, когда уловка хитроумного Одиссея кажется успешной. Панурк, Насредин, Уллиншпигель, Лосарелё, Чичиков, Бендер, Джокер, Харли Куинн, Загадочник. Это трикстеры, которые всегда нас окружают. Герои не могут существовать без злодеев, но также им необходимы шуты и мошенники. Кристофер Нолан вдохнул новую жизнь персонажа Бэтмена, создав трилогию о Тёмном рыцаре. В отличие от предыдущих интерпретаций, где Бэтмен часто оставался в тени своих врагов, трилогия Нолана фокусируется на становлении самого Бэтмена. Один из факторов, который делает Брюс Уэйна особенным, это его аналитический подход к решению проблем. В качестве бывшего бизнесмена и настоящего руководителя компании Уэйн Энтерпрайзес, он обладает огромным интеллектом и способностью анализировать сложные данные. Его компания процветает благодаря его умению и умению его сотрудников принимать основные на фактах решения и анализировать финансовые вопросы. Только такой подход является максимально продуктивным. Именно поэтому я хочу вам рассказать о брокере, который может быть интересен тем, кто также ценит и аналитический подход, и стремится к финансовому успеху. Позвольте представить вам брокера Амаркетс. Амаркетс уже 16 лет работают на финансовом рынке и предлагают своим клиентам более 500 торговых инструментов, в том числе криптовалюты, инвестирование в акции без ограничений. Одной из главных акций брокера является удвоение стартового депозита. Это означает, что если вы сделаете депозит на 100 долларов, то брокер добавит на ваш счет еще 100 долларов в качестве бонуса. Это дает вам дополнительные возможности для торговли на рынке и увеличения своего дохода. Кроме того, у Амаркетс есть кешбэк-программа, в рамках которой трейдеру со сделок возвращают до 17 долларов. Это дает вам возможность получать дополнительный доход, даже если ваши сделки закрылись в убыток. Амаркетс также предоставляет своим клиентам бесплатные торговые сигналы и аналитику, а также много обучающей информации в блоге. Если вы новичок, то вам доступен демо-счет для практики и освоения навыков торговли на рынке. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше о брокере, регулировании его деятельности и ключевых продуктов. А мы продолжаем наш разбор. Давайте рассмотрим внутренний мир Брюса Уэйна и что стало причиной формирования его новой суг-личности. Биография Бэтмена претерпела множество изменений из-за множества интерпретаций разными авторами, перезапуска персонажей и политики DC. Обычно отправной точкой существования Бэтмена является смерть его родителей. Судьба Томаса и Марта Уэйна была оборвана выстрелом уличного грабителя. Однако в трилогии Кристофера Нолана предшествующим событием смерти родителей Брюса является его падение в колодец, где он столкнулся с летучими мышами. Этот инцидент стал источником его страха перед летучими мышами. Когда Брюс был еще ребенком и посещал оперу, эти воспоминания вызвали у него паническую атаку, и вместе с родителями он покинул место выступления. Впоследствии его стало мучить чувство вины, поскольку если бы он не испугался, они бы не покинули оперу и не встретились с убийцей. «Это я виновата, Альфред. Из-за меня мы ушли из театра». После смерти родителей он решил посвятить свою жизнь борьбе с преступностью и несправедливостью, и таким образом символически отомстить за гибель отца и матери. Он супергерой, который хотел бы, чтобы ему не приходилось существовать. Он хотел бы жить в мире, где не совершаются преступления, но он понимает, что это невозможно, и потому делает все, что в его силах, чтобы уменьшить преступность. Отличающей чертой Бэтмена от всех остальных персонажей является то, что он не убивает. Он не хочет, чтобы кто-то был убит и испытывал ту боль, которую он испытал, когда были убиты его родители. При этом примечательна не только гуманность Бэтмена, но и фиксация на оружие, а точнее на его отрицание. Маленький Брюс Уэйн не мог справиться с внезапно бессмысленной смертью своих родителей и создал Бэтмена как воплощение совершенства, которое борется с несовершенством и бессмысленностью мира. Если бы его родители выжили в ту ночь, ему бы никогда не пришлось становиться Бэтменом. Если бы он не испугался летучих мышей, никогда бы не выбрал их символом Бэтмена. Потеря родителей является инициирующим событием, которое побуждает и Брюса Уэйна к принятию решения стать Бэтменом. Однако его выбор также обусловлен более глубокими психологическими аспектами, связанными с его страхами, травмами и стремлением к преодолению собственных лимитов и достижению справедливости. «Самый древний и сильный из человеческих чувств – это страх. А самый сильный и древний страх – это страх неведомого». Так говорил американский писатель Говард Филлипс Лавкрофт. Различные психологи и исследователи эмоций выделяют разные базовые эмоции. Некоторые из них включают доверие и предвкушение, как это представлено в палитре Роберта Плутчика. Пол Экман, например, добавляет презрение в список базовых эмоций. Кэрол Изард выделяет 12 основных эмоций, включая вину и стыд. Однако большинство специалистов опираются на концепцию большой шестерки базовых эмоций, которая включает радость, злость, отвращение, грусть, удивление и страх. Некоторые современные исследования исключают удивление из этого списка, так что в настоящее время принято говорить о пяти базовых эмоциях. Важно отличать эмоции от чувств. Эмоция – это интенсивный, но кратковременный отклик на физическом уровне, реакция на стимул. Чувства являются более сложными и показывают, как мы воспринимаем и переживаем эмоции внутри себя, какое значение мы придаем эмоциональному опыту. Когда Брюс Уэйн упал в колодец, он испугался летучих мышей. Эта эмоция переросла в чувства, и мы видим, что в течение нескольких лет он мучается кошмарами и воспоминаниями об этом событии. Пока Брюс не спустился на уровень ниже своих чувств, то есть на уровень эмоций, он не мог их контролировать. Только осознав свои эмоции и их источник, он смог избавиться от страха и стать Бэтменом. Однако есть еще один страх, с которым Брюс не смог справиться. Когда грабитель напал на его семью и убил его родителей, мальчик испытал страх. Философы Сёрин Киргегор и Мартин Хайдегер, представители экзистенциализма, разделили понятие страха на эмпирический, страх боязнь и метафизический, страх тоску или страх ужас. Страх боязнь связаны с конкретными объектами и ситуациями, и он присущ не только людям, но и животным. Его целью является обеспечение выживания. Страх ужас же представляет собой глубокий экзистенциальный страх перед неопределенностью и смертью, и он присущ только тем, кто сознает ограниченность своего существования. Можно сказать, что у Брюса Уэйна страхом боязнью является страх летучих мышей, а страхом ужасом – страх перед смертью. Он возник в первый момент, когда Брюс столкнулся с концепцией смерти, вместе с гибелью родителей. В обеих ситуациях, при падении в колодец и при встрече с грабителем, убившем его родителей, основной реакцией не только у ребенка, но и у взрослого становится страх, беспокойство за свою жизнь и самосохранение. Профессор психиатрии Ирвин Ялом рассматривал клинические эмпирические данные об отношении к смерти в детском возрасте и выделил две стратегии поведения. Первая заключается в вере в собственную исключительность. Ребенок полагает, что ограничения, старение и смерть лично к нему не имеют никакого отношения. Создается миф личного бессмертия. Вторая стратегия создает в убежденности ребенка в существовании конечного спасителя. Эту веру классифицируют как разновидность защитного механизма отрицания. Можно сказать, что Бэтмену свойственны обе стратегии. Брюс Уэйн создал психологическую защиту в виде Бэтмена, растворился в это персонифицированном образе, принес свою свободу и жизнь на алтарь служению этой идеи. Мысли о смерти могут вызывать желание достичь бессмертия, будь это в прямом смысле или в символическом плане. Люди могут стремиться оставить след в своих потомках, реализоваться в своем творчестве и научных достижениях. Или, как в случае с Брюсом Уэйном, быть общественно полезным. Он испытывает экзистенциальный страх перед конечностью существования и стремится преодолеть ограничения жизни. Человек не может точно знать о своем будущем. Единственное, что мы знаем наверняка, это то, что наше существование ограничено. В этом смысле жизнь человека – это жизнь, ведущая к смерти. И страх перед смертью сопровождает нас на протяжении всего жизненного пути, стимулируя нас к активности и не позволяя откладывать нашу жизнь на потом. Именно поэтому Бэтмен действует непрерывно. Он не оставляет Готэм без присмотра, несмотря на то, что изначально он появлялся только в темное время суток. Со временем это не ограничило его активность. Согласно Керкегору, человек должен пережить страх, чтобы понять свою сущность и осознать свой потенциал. Хайдегир, в свою очередь, утверждал, что человек должен научиться преодолевать страх. Страх служит процессу самопознания и формирования личности. Человек делает выбор, преодолевая свои страхи или принимая их. Страх имеет одну из своих функций – показывать пределы человека. Он помогает преодолевать себя. Именно поэтому Брюс решил взглянуть на свой страх лицом к лицу и спустился в пещеру с летучими мышами, превратив их в свой символ. Однако он не смог справиться с абстрактным страхом бытия и смерти. Если бы он принял этот страх, он смог бы освободиться от тревоги и посвятить свою жизнь себе, Брюсу Уэйну, а не Бэтмену. И примечательно, что во время подготовки для вступления в Лигу Теней Расальгул работал со страхами Брюса, но делал упор на страх, вызванный летучими мышами, и на чувство вины за смерть родителей. Ему было выгодно, чтобы страх смерти сохранялся, поскольку если человек не осознает свои эмоции и чувства, им легче манипулировать. Теперь, когда мы понимаем значимость страха в жизни Брюса Уэйна, давайте обратимся к принципам, которыми он руководствуется. Расальгул был одним из тех, кто повлиял на Брюса в становлении его личности. Родители являются ориентиром для ребенка и до определенного возраста воспринимаются как боги, которые не могут ошибаться. После смерти родители и дети могут найти ориентиры и в других взрослых фигурах. Но Брюс был уже достаточно большим, чтобы начать воспринимать дворецкого Альфреда как того, на кого стоит равняться. Есть несколько фигур, которые оказали влияние на формирование Брюса Уэйна и, как следствие, Бэтмена. Расальгул стал учителем Брюса. Он давал ему наставления. «Никогда не теряй бдительность. Зло должно быть наказано». «Прием и ничто. Воля, решай и все». Избавил от детского страха. «Чтобы победить страх, нужно самому стать страхом». «Люди боятся того, что нельзя увидеть». «Должен стать воплощением ужаса». Повлиял на восприятие Брюсом его отца. «Родители погибли не по твоей вине». «Да по вине твоего отца». «Можешь вневаться, но признай, что твой отец проявил слабость». «Ты сильнее, чем твой отец». Он разрушил светлый образ отца, заставил Брюса отделиться от него. После наставления Расальгула Брюс не чувствовал причастность к семейной истории. «Позвольте заметить, сэр, поместье Уэйнов ваш дом?» «Нет, Альфред, это дом моего отца». «Целых шесть поколений вашей семьи жили здесь. Это же ваше фамильное гнездо». «Может, лучше похоронить прошлое вместе с родителями». После устранения Расальгула как источника влияния на Брюса, он вернулся к почитанию семейной истории и продолжил дело Уэйнов. Расальгул действовал таким образом, поскольку ему нужно было сохранить гнев внутри Брюса как источник энергии. «Гнев – источник силы, но если дать ему волю, он тебя уничтожит». Несмотря на то, что Брюс не считает необходимой месть, Расальгул наставляет его именно на нее. «Месть? Мне это не поможет. Почему, Брюс? Ты должен отомстить за родителей». «Мои родители заслужили справедливость». «Какая же это справедливость? Это самая обычная месть». «Иногда это одно и то же». И Брюс подается его влиянию и собирается исполнить наказуемое ему. Поскольку Бэтмен не обладает сверхъестественной силой, он вынужден прибегать к другим мерам, чтобы противостоять фрагам. Одним из таких способов действия является запугивание и устрашение. Его он получил из советов Расальгула. «Трюки и фокусы – это психологическое оружие». И позаимствовал у Пугала. Но разница между Пугалом и Бэтменом в том, что один упивается своей властью, другой же вовремя осознал опасность такого поведения. В таком случае Пугал является отражением потенциального Бэтмена, если бы он не ограничивал себя. А Расальгул отражает того, кем бы мог стать Бэтмен, если бы не умерил свой гнев и желание мести. Бэтмен мог бы уподобиться дочери Расальгула талием. Она тоже потеряла родителей, много страдала и рискнула жизнью, чтобы выбраться из оточения. Но в отличие от Бэтмена, спутала понятие мести и справедливости. Бэтмен мог бы отождествиться с ней, если бы перешел на темную сторону. Но Брюс преодолел и тщеславие, и гнев на пути своего становления. И на это повлияла Рэйчел. Она появилась вовремя и не дала Брюсу разочароваться в том, что он не выполнил наставление Расальгула отомстить за смерть родителей и убить виновного в ней. Рэйчел вовремя подала ему мысль о правосудии и принципе законности. Правосудие – это путь к гармонии, а месть – попытка облегчить свою боль. Эта идея сыграла ключевую роль в жизни Бэтмена, потому что ранее Брюс был готов сам вершить суд и определять, что справедливо, а что нет. Но после разговора с Рэйчел он отказался от идеи самосуда и стал передавать преступников в руки полиции. Расальгул ради благих намерений, по его мнению, готов приступить закон, потому что верит в собственную непорочность и общественную добродетель. Бэтмен же запрещает себе убивать. В этом заключается разница между Бэтменом и Расальгулом. Однако нельзя сказать, что Бэтмен не приступает через закон. В ответ на все вспышки криминальной активности, которые не может прийти в полиция, лейтенант Гордон включает в ночном небе Бэт-сигнал, тем самым он объявляет временное чрезвычайное положение, при котором Бэтмен будет применять силу, чтобы помочь полиции. С самого детства у Бэтмена осталось память и высказывание отца. Готэм принес удачу нашей семье. Но сейчас у города проблемы. И Брюс воспринял его как наставление, которое он должен исполнить, решить проблему Готэма. Но героизм Бэтмена не может существовать в условиях законности, потому что героизм требует исключительности, превосходства над существовавшим положением и, как следствие, созданию собственного закона. Успех Бэтмена в борьбе с преступностью, противозаконными методами привел к появлению многочисленных подражателей, которые тоже ставят себя вне рамок закона. В связи с этим увеличивается уровень опасности в городе. И тогда снова требуется чрезвычайная сила, с помощью которой возможно нарушить предшествующий закон, что Бэтмен и делает, когда появляется Джокер. Второй фильм трилогии Нолана часто интерпретируется через призму теракта 11 сентября. И один из поставленных вопросов заключается в том, насколько далеко можно зайти в борьбе с терроризмом. Какие методы можно применять, прежде чем мы сами станем террористами? Джокер стал террористом, и иногда Бэтмену приходится выходить за границы гражданских прав, чтобы справиться с экстренной ситуацией. По его мнению, исключительная угроза требует исключительных же мер для того, чтобы ее устранить. И тогда Бэтмен расширяет свои моральные границы, приступает их, применяет силу, создает систему слежения. Бэтмен осознает, что он дал себе исключительные права, от которых он всегда отказывался. И потому заверяет, что восстановит границы, когда чрезвычайная ситуация закончится. Джокер продолжает проводить один эксперимент за другим. Он создает угрозу взрыва больницы, требуя, что кто-то убил человека, раскрывающего личность в течение часа. Он дает двум паромам на разных судах детонаторы взрывчатки и обещает взорвать оба судна, если ни один из них не нажмет на кнопку до полуночи. Джокер задает запрещенные вопросы, ответы на которые могут разрушить установившийся порядок. Он ставит Бэтмена перед выбором – разоблачить его собственную личность или спасти жизнь горожан. Выбирать между Рэйчел Доуз, женщиной, которую он любит, и будущим Готэма, Харви Дентом. Изначально Бэтмен не колеблется, но его решения изменяются, когда Харви Дент берет на себя ответственность. Однако в другом случае Бэтмен делает более эгоистичный выбор. Джокер и Бэтмен всегда были связаны. Великих героев определяют великие злодеи, а Бэтмен и Джокер – это две стороны одной медали. Бэтмен – это порядок. Несмотря на то, что иногда нарушает закон, он делает это с целью достижения более высокой цели – обеспечения безопасности и справедливости города. А Джокер – хаос, так как его цели и действия направлены на создание анархии и нарушения установленного порядка. Бэтмен носит маску, чтобы скрыть свою истинную личность, в то время как маска Джокера – это истинное лицо. Бэтмен – хмурость, Джокер – улыбка. Бэтмен – спаситель, Джокер – убийца. Бэтмен – богатый аристократ, Джокер – представитель социальных низов. Джокер отрицает планирование и возможные цели своей преступной деятельности. Он действует ради действия, а не в качестве реакции на какую-то обиду или для извлечения выгоды. Их объединяет приверженность своим принципам и следование им до конца. Для Бэтмена это борьба с несправедливостью, а для Джокера – создание хаоса. Даже когда этот принцип вредит или угрожает им, они все равно его соблюдают. Неоднократно в фильме Джокер приветствует собственную смерть, если она посеет хаос. А Бэтмен терпит физическую боль и отсутствие признания его заслуг в борьбе с несправедливостью. Несмотря на то, что Бэтмен и Джокер дополняют друг друга, Они в то же время и не понимают друг друга. Джокер борется не с непосредственно Бэтменом, а с порядком и контролем, который он олицетворяет. Будь на месте Бэтмена другой, Джокер бы противостоял ему. Но Брюс Уэн видит цель Джокера в убийстве Бэтмена. Зачем ты хочешь убить меня? В данном случае в Бэтмене говорит Брюс и его страх смерти. И он боится не смерти Бэтмена, как образа и символа. Ведь он хотел бы, чтобы Готэм не нуждался в Бэтмене. Он боится физической смерти, прекращения жизни не его маски, а непосредственно самого Брюса Уэйна. Страх заставляет терять бдительность и контроль. Начинает действовать уже не Бэтмен, а Брюс. Именно Уэйн, а не Бэтмен, выбирает спасти Рэйчел, а не Харви Дента. Именно Брюс позволяет себе агрессивные действия и превышение собственных полномочий в виде применения силы, потому что он напуган. Однако, несмотря на выход за некоторые моральные рамки, Брюс по-прежнему придерживается принципа не убивать и держится подальше от смерти. Он мог бы убить Джокера, и тогда победа была бы за ним. Но в это же время такой поступок означал бы гибель Брюса Уэйна, потому что в таком случае погиб бы один из немногих принципов, который определяет личность Уэйна. Моральную дуэль Джокер все-таки проигрывает. Сломить свободу и дух Готэма ему не удается, потому что ни один из паромов не выбрал смерть для другого. Но все же есть и доля выигрыша Джокера. Бэтмену, чтобы справиться с противником, приходится применять пытки подключаться к телефону мирных готэмцев и врать городу, скрывая преступление экс-прокурора. Джокер снимает с Бэтмена маску героя и показывает его темную сторону. И Бэтмен понимает, что нарушил данное им самому себе слово о соблюдении принципов морали и законности. И потому он сам себя наказывает, когда признают себя преступником и изгоняет из жизни города. Победа Джокера выразилась и в падении белого рыцаря Харви Дента. Бэтмен делал ставку на Харви Дента и всячески ему помогал, потому что он видел в нем воплощение героизма, противоположного Бэтмену. Бэтмен действует в чрезвычайной ситуации, под покровом ночи и маски. А Дент – герой, который мог бы соответствовать государственному праву и функционировать без необходимости маскировки. И Бэтмен стремился к так называемой легальности, потому что он обеспечил самоуничтожение системы слежения за горожанами. Но тем не менее преступление им уже совершено, и он признает, что его готовность принять этот вид исключительности делает его преступником. Но понять, кем станет Дент впоследствии, можно по сцене с допросом. Когда Гордона якобы убивают на похоронах комиссара полиции, Дент злоупотребляет властью при допросе подозреваемого и даже угрожает пристрелить его. Он использует монету в качестве орудия для психологических пыток, и Бэтмен осуждает такие методы. Дент становится убийцей, чтобы перенести свой собственный опыт потери на других. Он говорит Гордону, что убьет самое ценное для него, чтобы Гордон ощутил то, что пережил Дент. В этом состоит отличие между Бэтменом и Дентом. Героизм Харви Дента коренится не в переживании потери поражений, а в отрицании самой возможности этого. Когда гангстер пытается застрелить его в суде, он выхватывает пистолет из руки и бьет его по лицу. При этом он абсолютно спокоен, потому что уверен, что все пройдет в соответствии с его планами. Он превращается в героя, которому невозможно причинить вред, а героизм Бэтмена покоится на его травме и человечности. Он оказывается несовершенным и уязвимым. Собаки кусают его через защитные доспехи, но в этом заключается его сила. Бэтмен представляет себя воплощением зла и берет на себя ответственность за убийства, совершенные двулики, потому что считает, что это нужнее Готуму и потому что он перешел моральную черту и должен удалиться. Таким образом, Харви Дент показывает несовершенство Бэтмен. Бэтмен — психологическая защита Брюса Уэйна, которая появилась в результате смерти родителей и падения в колодец с летучими мышами. С одной стороны, психологические защиты охраняют человека и помогают ему жить дальше, дают ощущение защищенности, безопасности, покоя, прекращения тревоги и боли. Но с другой стороны, они все дальше отдаляют его от реального мира. Если бы Брюс принял смерть родителей и конечность своего существования, он освободился бы от тревоги и своей психологической защиты в виде Бэтмена, и тогда он смог бы все свое время и силы посвятить собственным жизненным целям. Но настоящий Брюс Уэйн ушел на задний план. Он принес свою свободу и саму жизнь на алтаре высшей фигуры, персонифицированной идеей в виде Бэтмена и справедливости, растворился в ней и потерял себя. Когда он Бэтмен, то вынужден носить маску. Когда он Брюс, тоже маску, но она уже другая, все еще на нем. Несмотря на то, что Уэйн не любит светских мероприятий, он их посещает. Не хочет общаться с высшим обществом, но делает это. Не хочет быть плейбоем, но играет его роль. При этом нельзя сказать, что благодоворительная деятельность Брюса – это тоже навязанная ему модель поведения, потому что она касается не лично его, а направлена на общественное. У Брюса нет проблем с осознанием своих ценностей. Они заключаются в справедливости, добре, честности, стремлении к оказанию помощи нуждающимся. И он реализует эти ценности во всех образах. Но у Уэйна проблемы с осознанием себя и собственных желаний, которые направлены не на других, а на самого себя. После смерти родителей он потерял себя и так и не нашел. Травма расщепила его и разрушила цельный образ «я». Он даже решил вычеркнуть родительскую часть из себя, вместо того, чтобы осознать ее и принять. Брюс отказался от родного дома, в котором провел все детство и часть юношества, но не отказался от Готэма, родного города. Для Брюса Уэйна домом является семейное поместье. Для Бэтмена — весь город. Бэтмен не нужен фамильному гнезду Уэйнов. Но при этом Брюс Уэйн нужен Готэму, потому что он является влиятельным и обеспеченным человеком, который мог бы помочь городу. Несмотря на то, что Брюс Уэйн продолжает помогать Готэму, от своего реального лица он все равно выбирает не Уэйна, а Бэтмена. Мне наплевать на мою фамилию. Это не только ваша фамилия. Это фамилия вашего отца. Все, что от него осталось. Не поручите ее. В поместье Уэйнов ваш дом? Нет, Альфред, это дом моего отца. Целых шесть поколений вашей семьи жили здесь. Это же ваше фамильное гнездо. Может лучше похоронить прошлое вместе с родителями? Он готов покинуть светские мероприятия, чтобы Бэтмен мог исполнить свои задачи. Готов погибнуть вместе с Бэтменом. Хотя он мог по-прежнему приносить Готэму пользу, как Брюс Уэйн. Кажется, что больше остальных именно с Брюсом, а не его образами, разговаривает семейный дворецкий Альфред. И именно он говорит о желании, которые направлены на личное счастье Брюса. Он видит его сидящим с женой за столиком в ресторане и проживающим мирную тихую человеческую жизнь. Но Брюс не был способен на нее, потому что он не чувствовал своих личных потребностей. Единственной его связью с сериальным «Я» была Рэйчел. Но она не смогла бы быть с ним, потому что Брюс предан борьбе с несправедливостью и никогда не сможет бросить образ Бэтмена. Потому что, во-первых, невозможно полностью искоренить все зло. Во-вторых, защита в виде Бэтмена помогает Брюсу жить и не сталкиваться с болей утраты и страхом смерти. В-третьих, когда человек вступает в отношения, он понимает, что рано или поздно может столкнуться с утратой любимого. Но Брюс Уэйн избегает встреч со смертью. Он не смог бы любить полным сердцем и принимать любовь в ответ. Брюс Уэйн стал реализовывать не себя, а свою психологическую защиту в виде Бэтмена. Он сам деперсонализировался и распространил свою заботу на деперсонализацию группы. На весь Готэм. Таким образом, Уэйне победил Бэтмен. Он является его доминирующей субличностью. По определению итальянского психиатра и создателя психосинтеза Роберто Ассиаджиоли, субличность — это психологические образования, подобные живым существам, сосуществующим в общем пространстве нашей личности. Каждая субличность ведет собственный стиль жизни и имеет свои собственные движущие мотивы. Зачастую отличные от стиля жизни и мотивов других субличностей. Субличности сосуществуют в человеке и часто между ними нет гармонии, а есть иерархия и подчинение. Обычно в психике существуют три-четыре хорошо развитые субличности, которые принципиально важны для человека и делят между собой. Но иногда одна субличность является для человека важнейшей и превосходит по своему значению для него любую другую. По мнению российского философа и психолога Александра Каменского, такая доминирующая личность типична для людей фанатичных, всецело преданных какому-то одному делу или состоянию. Доминирующая субличность рассматривает все остальные субличности человека как нежестоящие, подчиненные ей или вовсе несуществующие. И Брюс именно такой человек. Когда Бэтмен принял на себя вину за Харви Дента и был вынужден удалиться, то вместе с ним ушла в тень и субличность Брюса Уэйна. Он стал затворником и замкнулся в фамильном поместье. И только необходимость в Бэтмене оживила его. Он отождествляет себя с ролью Бэтмена, поэтому когда ему пришел конец, то он почувствовал, что его жизнь утратила смысл. Когда доминирующая субличность в виде Бэтмена ушла на второй план, другая сторона его личности взяла руководство. Но он не стал полностью самим собой, так как обнаружение его истинной сущности это процесс, требующий много времени и усилий. Процесс объединения разных аспектов его личности в одну, более или менее гармоничную личность. Это длительный и сложный путь самопознания. Я представляет собой неизменную часть нас самих, и если мы обнаружим ее, она станет центральной опорной точкой для всей нашей личности. Это внутренняя твердыня, на которую всегда можно положиться, чтобы восстановить равновесие и устойчивость. Однако для этого необходимо осознавать наши различные субличности и достичь контроля над ними. Растождествление подразумевает разрыв с иллюзией нашей текущей личности, которая на самом деле является одной из субличностей и возвращения к истинному я. Субличности сами по себе не являются нехорошими и неплохими, но они становятся проблематичными, когда они контролируют нас, подчиняют нашу волю. Возникают ситуации, когда определенные субличности взяты под контроль, но сами люди этого не осознают. Это часто происходит с теневыми субличностями. Теневая субличность представляет собой роль, программу или качество, которое существует под сознанием человека и без его осознание регулярно влияет на его жизнь, как внешнюю, так и внутреннюю. Человек может только косвенно подозревать о существовании такой теневой субличности или замечать ее по определенным признакам. Иногда, когда теневая субличность активна, человек может говорить, что не понимает, что с ним происходит и почему он поступает так, как поступает. Такой теневой личностью может быть более жестокая субличность Брюса, которая может применить силу, чтобы получить информацию или запугать противника, но даже самые деструктивные субличности руководствуются стремлением защитить. Обычно части застревают в травмирующей ситуации, когда им пришлось взять на себя роль защитника. Доктор психологических наук Ричард Шварц выделяет защитников, изгнанников, менеджеров и пожарных как роли субличностей, но при этом они не описывают суть субчастей. Это просто роли, которые части взяли на себя после произошедших неприятных событий. Каждая из субличностей отдельная личность определенного возраста со своими желаниями, мнениями, талантами и ресурсами. Большинство из них дети, потому что в детстве люди недостаточно физически и интеллектуально развиты, чтобы защититься от травм и обид. Субличности защитники даже могут выдавить свое я из тела и принять удар на себя. Они остаются в психике в изначальной форме и влачат бремя ответственности и страха, как ребенок, вынужденный выполнять родительские обязанности. Они живут в прошлом, в моменте пережитой травмы и до сих пор уверены, что защищают травмированные части. Все это может задержаться на умении человека справляться со стрессами. Люди с высокой стрессоустойчивостью способны адаптироваться к переменам, принимать решения в условиях неопределенности и управлять своими эмоциями. Стрессоустойчивость является важным качеством, которое помогает преодолевать трудности, сохранять психическое здоровье и достигать поставленных целей. Научиться справляться со стрессом может любой человек. О том, как научиться навыку самоконтроля, можно узнать на курсе «Ментальная архитектура» на образовательной платформе «Менталрум». Курс не переполнен теорией и предполагает полное вовлечение со стороны участников. Он дает набор универсальных практик, которые помогают понять, как справиться со стрессом, избавиться от навязчивых негативных мыслей, развить самоконтроль и наладить свое поведение в обществе. В ходе курса вы научитесь анализировать поведение окружающих людей и выявлять в них черты стрессоустойчивости, а также подвергнете анализу собственное поведение и сможете разобраться в причинах возникновения стресса. По окончанию курса вы будете четко понимать, как применять полученные знания на практике, а на курсе «Контроль эмоций» у вас будет возможность узнать, как развить спокойное отношение к непредсказуемым и тревожащим ситуациям. Также вы сможете научиться справляться с провокациями со стороны окружающих, трезво оценивать свое поведение и принимать рациональные решения. Если это звучит для вас интересно, переходите на курсы по ссылке в описании. А пока вернемся к Брюсу и его страхам. Брюс не избавился от своих страхов, потому что если бы это было так, то субличность Бэтмена не доминировала бы над другими субчастями. Бэтмен – родительская фигура маленького мальчика Брюса, поэтому в ней прослеживаются черты и наставления отца Брюса, потому что для ребенка взрослый является абсолютом и сродни божеству. Отец был хирургом в больнице, строил систему общественного транспорта для жителей Коттема, так и Бэтмен действует, исходя из блага для Коттема. Томас Уэйн спас сына из ямы и сказал, что люди падают, чтобы научиться подниматься. Поэтому Бэтмен идет до конца, несмотря на неудачи. Я хотел спасти Коттем. Я проиграл. Зачем люди падают? Чтобы научиться потом подниматься, сэр. Джокер совершает серию ужасных преступлений, убивает мирных жителей, взрывает больницу и убивает Рэйчел. Бэтмен потерпел поражение, когда положил свои надежды на Дента и не стал тем белым рыцарем Готтема, которым надеялся стать. Еще одно поражение Бэтмена заключается в том, что он лишает Готтем своего присутствия и темного рыцаря, когда берет на себя вину за преступление Харви. Он допускает ошибки, доверяя силе Никайл и Миранди, который оказывается талией Ольгу. Кроме того, он физически проигрывает в битве с Бэйном. Все это демонстрирует его несовершенство как супергероя, человека. Его ждало еще одно возможное поражение, которое он бы не смог пережить. Если бы Бэйна и Талии удалось уничтожить Готтем, это означало бы конец миссии и смысла жизни Бэтмена, а также Брюса Уэйна. Поэтому, несмотря на страх перед смертью, Бэтмен решает спасти город, даже если это обойдется ему жизнью. Субличностью, готовой принять смерть, был Бэтмен, так как она перевалила над другими субличностями, и без нее Брюс не смог бы существовать. Люди могут долгое время, а иногда даже всю жизнь, скрывать свою истинную сущность за масками. Маска отличника возникает, когда в детстве ребенок получает любовь только за свои успехи и правильные поступки. Маска жертвы формируется, когда человек в результате травматического события получает больше внимания, чем обычно, и взрослым человеком стремится привлечь внимание и любовь, принимая роль жертвы. Маска хвастливого человека заставляет его преувеличивать свои достижения, чтобы казаться более успешным и значимым. Общая черта всех этих масок заключается в том, что человек считает себя недостаточно хорошим и значимым таким, какой он есть. Маска Бэтмена давала Брюсу возможность чувствовать свою полезность для Готэма. Нося ее, он мог выйти за пределы обычного человека и благодаря своим особым способностям совершать важные поступки. Однако, даже находясь в маске, он ощущал, что его вклад и собственное существование имеют достаточную значимость и ценность. Спасайся сам. Ты больше ничего не должен этим людям. Ты и так отдал им все, что мог. Нет, не все. Еще нет. Достаточность выражается в полной отдаче себя на благо городу и его жителям, то есть в смерти. Каждый может стать героем, в том числе и обычный человек, который делает маленькие, но значимые поступки. Например, накидывая куртку на плечи ребенка, чтобы он знал, что мир не лишен добра. Однако, каждый герой действует в соответствии с масштабом своей роли. В случае Брюса Уэйна его родословное, материальное положение и его собственная личность в реальной жизни говорили о его уникальности и требовали от него соответствия этому высокому уровню в маске Бэтмен. Бэтмен превратился в замену Брюса Уэйна, но при этом не утратил своей человечности. Он допускает ошибки, терпит поражение и обладает как героическими, так и темными чертами. В своей сущности он по-прежнему остается обычным человеком с его собственными страхами. Бэтмен стремится к безопасности, порядку и контролю, как к противоположности Джокеру, потому что сам испытывает страх и тревогу и пытается защитить себя от этих чувств. Однако Брюс Уэйн погрузился в свои психологические барьеры, которые не позволяют ему полностью проживать настоящую жизнь, а скорее превращают его в символ идеи, за которую он готов пожертвовать даже своей жизнью. Хотя он смог преодолеть страх перед летучими мышами, экзистенциальный страх смерти как своей, так и своих близких сопровождал его до самого конца. Он освободился от этого страха, реализовав его и таким образом считая, что выполнил свой долг перед Готэмом. Путем идентификации с Бэтменом и Брюсом Уэйном мы можем увидеть, что каждый человек может столкнуться с вызовами и несовершенствованными, сохраняя при этом свою человечность. Мы можем учиться на их опыте, чтобы избежать ошибок и стать лучше. Уроки, которые мы можем извлечь, включают осознание собственных страхов и тревог, стремление к балансу и контролю и способность преодолеть экзистенциальные страхи, осознавая их и действуя согласно своим принципам и обязательствам. Каждый из нас может стать героем, сохраняя свою истинную природу и принимая свои несовершенства. Бэтмен и Брюс Уэйн напоминают нам, что мы можем преодолеть свои страхи и служить обществу, при этом оставаясь верными себе и своим ценностям. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся.